Добрый день, дорогие друзья, приветствую из Экономики Здравого Смысла. С вами Рослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема рублевые депозиты в Беларуси выросли на 25 процентов. Кто же поддерживает белорусский режим? Друзья, этот вопрос мы часто себе задаем и на самом деле надо посмотреть просто по тому, кто живет вокруг, кто держит деньги в белорусских банках и вы найдете часть ответа. Когда мы видим, что на 1,2 миллиарда рублей в 2022 сложном году, когда падение экономики было под 5 процентов, рублевые депозиты выросли на 25 процентов, то получается, что белорусы по-прежнему верят белорусским банкам, по-прежнему верят в белорусский рубль, по-прежнему думают, что это и есть тот способ заработать, тот способ сохранить свои сбережения, которому не доверяют. И если мы посмотрим на исследование Национального банка относительно того, сколько людей у нас держит депозиты в банках, то порядка 40 процентов населения Беларуси имеет свои счета, денег там немного от 6 до 10 тысяч долларов, но тем не менее вместе они обеспечивают надежную подушку финансовой безопасности белорусской государственной банковской системы. Именно они являются тем фактором, который позволяет Лукашенко и его правительству сказать, вот смотрите у нас какое доверие. Люди доверяют, раз увеличивается количество денег в банках, значит хорошо. 25 процентов, друзья, в ситуации, когда реальные доходы упали, когда реальная заработная плата практически стагнирует, увеличение 25 процентов, понятное дело проценты увеличились, это не новые кредиты, но тем не менее доверие к банковской системе есть. Поэтому вот нам что нужно в этой ситуации делать? Понятно, ради бога, люди рискуют, это их деньги имеют право. Если вы хотите отдать, как тот Буратино, свой золотой и надеяться на то, что из этого вырастет золотое дерево, это опять-таки за каждую дырю нужно будет заплатить. Но самый главный месседж вот моего послания заключается в том, что главным источником относительной стабильности экономики, безусловно, стали сами белорусы. Сами белорусы доверяют вот тем институтам, которые были, и они не видят альтернативы. Второй источник стабильности белорусской системы, безусловно, он тоже делал свой вклад, это российская поддержка. Причем российская поддержка была и в виде реструктуризации долгов, и в виде закупок и госзаказа на то, что делает белорусская промышленность, белорусские заводы, белорусское сельское хозяйство, потому что российская нацистская агрессивная машина, она, конечно же, требует и формы, и питания, и оружия, и разных запчастей. И все это мы видели, насколько быстро и как активно включились российские регионы в том, чтобы охаживать разные белорусские предприятия, предлагая им деньги, заказы и, соответственно, сбыт. Понятное дело, помогли белорусской экономике выжить в это сложное время и оргпреступные группировки. Потому что, если вы думаете, что можно обеспечить транзит белорусских удобрений по железной дороге, через порты, без согласования с российскими мафиозами, то вы точно ошибаетесь и живете в каком-то нереальном мире. Это тоже было поддержкой белорусской экономики. И вот в этой ситуации, когда государство может консолидировать все и вся, когда оно может забрать у кого угодно все и вся, когда оно сращивается с сетевыми мощными структурами серой экономики и черного рынка преступного мира, конечно же, на бумаге можно рисовать любое, что душе за угодно, как кажут. И вот мы это, собственно, в 2022 году и видели. 2023 год будет хуже, потому что Россия не будет иметь такого гигантского нефтяного бонуса. Напоминаю, что в 2022 году Россия получила около 300 миллиардов долларов валютной выручки от продажи своих энергетических товаров. И, понимаете, с таким вот бюджетом они могли себе позволить и финансировать ВПК, и финансировать войну, и еще одновременно преподала что-то белорусам, белорусскому бюджету, белорусским предприятиям. Но это стратегия, которая имеет очень серьезные последствия, потому что если кроме этого ты ничего не можешь делать, то когда этот источник финансирования иссякнет, вот тогда начнутся проблемы. И тогда те 20, те домашние хозяйства Беларуси, те дома белорусы, которые держат и надеются, и подсчитывают сегодня, сколько же они заработали на белорусских банковских депозитах, проценты считают, сколько можно будет купить, и как они будут помогать строить жилье, и обновлять гардеробы, закупать мебель и так далее, и так далее, могут столкнуться с очень серьезной проблемой. Более 70% депозитов в Беларуси долгосрочные. И если только случатся какие-нибудь обвальные истории в 2023 году, забрать просто эти деньги, даже с заработами деньгами, будет невозможно. Поэтому, друзья, если вы посчитаете свой доход по депозитам, вкладам не только за 2022 год, а за 2023 или 2024, я думаю, что цифры вас очень сильно разочаруют. Но раз у вас побеждает и телевизор в головах, и не любите вы экономических расчетов, берите ответственность за себя. Но я просто напоминаю, что случилось с советскими вкладами в свое время, когда мы тоже считали, мои родители считали, сколько можно будет всего купить, а потом вклады превратились в очень скромные суммы, на которых даже магнитофон, даже велосипед нельзя было купить. Я думаю, что такой девальвации в Беларуси и дефляции не будет, но тем не менее, я почти уверен, что белорусское государство уж точно не даст заработать большому количеству белорусов. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики здравосмысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живе Беларусь! Слава Украине!